А ведь всего этого могло уже и не быть. Ни сквера, ни фонтанов, ни самого фестивального. В середине двухтысячных инвесторы заплатили в бюджет города более полумиллиарда рублей, чтобы здесь выросли небоскребы из стекла и бетона. Анатолию Пахомову только что, ставшему главой города, удалось перевести концертный зал в муниципальную собственность. Многие и многие наши гости города, они помнят наш Сочи по фестивальному. Потому что и в советское время фестивальный – это прежде всего возможность увидеть звезду, увидеть артиста, которого ты не увидишь в своем городе. Тот же курортный проспект или территория курортного проспекта от художественного музея до стереотеатра предполагалась под строительство подземного торгового центра. Предприниматели сделали проекты и хотели их реализовать. Нам удалось это отстоять. А вот то, что удалось снести – сочинский Шанхай, встречавший туристов прямо напротив железнодорожного вокзала. Глава сегодня вспоминает, решение было сложное, но необходимое. Этот сквер теперь выглядит вот так. Для Сочи вообще 90-е затянулись. Одни только обшарпанные многоэтажки в центре, чего стоили. Провести капитальный ремонт всего города. В России пошли на такое, похоже, впервые. И одними фасадами этот капитальный ремонт ограничиться не мог. В Сочи за последние годы построили мощные электростанции, но вот распределительные сети не меняли 70-х годов. Практически весь город пришлось перерыть, чтобы заменить устаревшие и изношенные кабели. И если бы ремонтники все успевали делать в срок, постоянные отключения света в начале года стали чуть ли не нормой. Глава города смог собрать лесом к лесу энергетиков и жителей, чтобы без купюр сказать – проблемы есть, но их решают. Встреча у меня в кабинете или встреча на улицах, где разгневанный народ наш встречал меня, было очень много. Я никогда не боялся этих встреч, потому что они были обоснованы, в первую очередь. Потому что люди не просто так собираются, люди не просто так требуют главу города. Потому что у людей есть проблема. Люди идут и проводят митинги или там всевозможные мероприятия, прежде всего для того, чтобы власть обратила на них внимание. Ну а когда глава города, его команда постоянно с ними, то нет такой необходимости. И уж точно впервые глава города раздавал жителям свой номер мобильного телефона, который, как он сам говорит, частенько звонит и по ночам. Но отключать его Анатолий Пахомов не будет и сегодня, в свой день рождения. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ